Девушки отдыхают Это будет очень интересным Смотрим Девушки отдыхают Впервые орхидеи упоминаются в китайских манускриптах Интересно, что в манускриптах заметили некого китайского художника Который впервые вырастил орхидею в горшке О том, что этот экзотический цветок уважали и почитали в Китае Свидетельствует небезызвестная цитата Конфуция Слова любимых друзей – это нежный запах орхидеи Здравствуйте, дорогие архаманы, дорогие цветоводы Вот мы опять встретились у меня в доме орхидеи Но дом, какой же дом без гостей Сегодня у меня в доме орхидеи в гостях Уважаемая Рану Азизовна Автор канала «Флора Вумен» Я тоже рада приветствовать всех зрителей тележурнала «Ландшафт Уз» У нас сегодня коллаборация с тележурналом «Ландшафт Уз» Ханопе, добро пожаловать! Спасибо! Что же зеленый мир для нас? Политика зеленого мира очень проста Да, там живи и твори Делай, чего хочешь Только дружи И не причиняй боль нашим зеленым друзьям Да, вот поэтому будущее наших детей, нашего поколения Поэтому нам надо очень постараться, чтобы наши дети, внуки тоже любили этот зеленый мир Берегли и чувствовали они тоже Так, с чем вы пожаловали, Рану Азовна? Вы так много рассказывали, что вы хотите Что у нас есть? Вот я чуть-чуть приготовила заготовку У меня вот... Вы помните, я всегда говорю, я не выбрасываю использованные мои материалы Я, когда они чистые, без вредителей, я их использую Что вы на это скажете? Можно? Я свое принесла Как хорошо! Чистенькое Это я ценю Нет, они у меня тоже чистые, стерилизованные Они прошли практику Хорошо, тогда раскроем секрет Мы же хотим сделать флорариум Да А во флорариум будет лучше смотреться Мелкие И целесообразнее сделать керамзит мелкой фракцией Нежели крупной Мы еще это посмотрим По ходу дизайна мы это еще посмотрим Вы сами захотите, чтобы я использовала вот эти крупные керамзиты Хорошо, керамзит у нас есть Да Подходящий во флорариуме Это торф Да, тут тоже добавки идут Песок у вас есть? Перлит добавок? Нет, мы не будем сегодня использовать песок Очень хорошо У нас есть, да Мох сфагнум Поменяется Да И чувствует себя во флорариуме Мох сфагнум Желательно живой И растения в амхе сфагнум чувствуют себя прекрасно Потому что они антисептические Точно Там не будет никаких гнилей Не будут никаких вот заразных болезней Сейчас очень модно или принято делать флорариумы В аквариумах, в бутылках, в разных емкостях А я решила зеленочку Настоящий флорариум В виде груши Да, вы думали Вау Да Вот отсюда Я уже влюбилась В виде груши В емкость Да В виде груши Она вообще прекрасная Так, у меня идея, Грюстон Давайте разделимся, кто что будет делать Значит, мой вариант Вы обустраиваете внутренний флорариум Опа А я как подмастерье буду подавать Вы хирург, я ассистент Все Я буду подавать Договорились Так Тогда начинаем Так, это как красота ваша открывается Вы так замуровали его Вот так Спасибо Потому что мне, знаете, все вот Я вот достаю всю подругу вот в таких кашлях Ну я же везла квадратно А на улице сегодня дождь, кстати Да Я буду использовать весь герман Можно я посмотрю Да Какой высоты Вам видно? Нормальная высота Потому что это будет как дренаж у нас идти Да, правильно Сейчас мы еще кое-что будем сюда использовать Так, откройте Здесь у меня торф, перлик И немножко кука-чипсы Вот здесь будем комбинацию делать Вот чуть-чуть вот с такой смесью У меня здесь, вот смотрите А может быть возьмем тогда посуду повыше Может быть сюда будем делать Нет, я прямо отсюда буду положить Пока торф убираем Вот Вот эта среда Здесь и керамзит Да Мой керамзит Да Использованный И даже скорлупа Да Да-да-да-да-да Очень полезные вещи Керамзит и сверху вот эта вот кора Они влагу хорошо удерживают Повторите, Кулистон, что еще входит в состав? Здесь обязательно должна быть зола Тоже как антисептик вот он идет Потом керамзит Идет кора сосновая Они, вот торф, он быстро высыхает И сильно переувлажняется Когда мы вот только керамзит и торф Будем когда пользоваться А вот эта подстилка очень поможет Они же должны зацепляться корни Вот во что-то Поэтому я решила вот так вот Чтобы было полезно им Растением нашим Ой, я нашла в грецком орехе По-моему, сухой мох сфагнумом Да-да-да-да И вот здесь тоже, смотрите Вот тоже идет мох сфагнумом Тоже есть кусочками Вот Вот так Вот Теперь Сделаем чуть-чуть слойчик Моха сфагнумома Неживого Неживого Рано-по Вот ваш канал Флора Вума Вума, да О чем? Вы продаете на этом канале цветы? Нет, ни в коем случае Или вот смысл Нет Коротко скажу, что Наш канал очень молодой В ноябре исполнился только годик Нашему каналу А причиной того, чтобы создать этот канал Явилось то, что Наши цветоводы, девушки и парни Смотрят российские каналы И Задают вопрос на узбекском языке Я несколько раз читала А, вы это заметили? Я это заметила Я это заметила, да Когда им владелец канала Делал замечание Пожалуйста, пишите на русском Поэтому я решила Открыть канал Сразу с двумя языками С переводом То есть на русском И тут же наша узбекская аудитория Тоже сможет перевести Мы не продаем цветы Мы дарим и делимся цветами Я рассказываю о моих цветах Я не рассказываю про интернет-пробы Про лайфхаки интернетовские Я рассказываю и показываю Свои лайфхаки Свои эксперименты При этом я предупреждаю Не повторять, пока я не выйду на результат У нас очень много женщин сидят дома Очень любят цветы И сидят дома А это получается общение Рану П Вот смотрите Я постелила мох И по краям вот положила Вот зеленые вот эти макушки Они будут вырастать Они будут чуть-чуть вот так покрывать Как волна эту посуду Будет красиво Надеюсь Так, Грестон, я еще видела Что создавая флорариум Ставят типа как будто это скала Да Какие-то кусочки Да, мы тоже сейчас будем В какой момент мы будем это ставить? Вот-вот-вот Теперь настал мой момент Вы не хотели мой керамзит сюда ставить Вот сейчас как вы себе представляете Они вот Они вот смотрите Сейчас я вам поставлю Вот давайте Вот скалу Вот я принесла эту скалу Вот смотрите Я ставлю скалу Что я предлагаю Вот на этот же мох Мы сейчас будем покрупнее Сделаем вот такой вот бугорек С керамзита Потом мы его тоже покроем Но только покроем его лесным мхом У меня есть чуть-чуть в запасе Ладно, пожертвую Для флорариума Я взяла карликовый папоротник И хоя белла Это карликовая хоя А белла Влажность и хоя Она совместима? Как вы думаете? Здесь же будет только оприскивание Мне кажется Тут сильно поливать не будем И его пристроим к камню К скале Вот будет уже по-другому Здесь Или хоя Или лудизия Или Я правильно произношу? Да Лудизия, да она была? Ну можно сказать Драгоценная орхидея Орхидея А нельзя совместить Карликовый папоротник Можно С лудизией только маленькой Можно Чем это хорошо Вот во флорариуме Можно их переставлять Можно переделывать Они не срастаются Как в горшке отдельно А можно я подскажу Как без ущерба Корневой системе Вытаскивать из горшка Ваше растение Просто если это Пластмассовый горшочек Подавите несколько раз И Земляной ком Выйдет целиком Пенопласт в роли Дренажа Мне не очень понравился Знаете почему? Он не впитывает влагу Так, это раз А второе Иногда корни врастают Пенопласт И не повредив Очень трудно Их вытаскивать Баттер, помоги пожалуйста Дай живой мох Лесной Будем использовать чуть-чуть Вот Ранапа Это вот наш Еще один любитель цветов Баттер Из новаи Из города новаи Тоже очень любит цветы Спасибо, Баттер Чем отличается Мой мох От этого? Это лесной мох Он будет покрывать Вот прям как бархат Лесной мох Вот весь этот керамзит И тут идет запах сосны Когда вы поливаете Когда вы опрескиваете Вот идет прям лесной запах На заметку зрителя А сфагнум вот сухой И Пахнет сыростью И когда В укоренении Он конечно классный А вот В таких позициях Он вот разрастется Потом у него вот Декоративность теряется Это мое мнение Не навязываю Это чисто мое мнение Это все Я тоже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы не устаем повторять вам Что прежде чем приобретать комнатные растения Узнаете про них как можно больше информации А в особенности то Как правильно ухаживать за ними Чтобы они продолжали радовать вас Как можно дольше Здравствуйте дорогие друзья Сегодня я бы хотела рассказать вам О таком растении как драцена Его еще называют драконовое дерево Это растение Очень любят вставить в большие холлы В отели В гостиницы В какие-то учреждения Потому что она большая Объемная Раскидистая У нее очень красивые листья Они разные И по окраске они очень красивые Из них получается красивая композиция И также ставят в одиночные горшки В одиночную посадку Есть несколько правил При соблюдении этих правил Будет все отлично Первое правило Она не любит сквозняки Она не любит яркое солнце То есть вообще Она может стоять чуть-чуть При таком затемнении Но любит хороший свет Но не солнце Она любит Когда ее опрыскивают Потому что если вы не будете опрыскивать Будут сохнуть кончики листиков Поэтому как минимум Раз в неделю нужно ее опрыскивать Она не любит Чтобы в помещении было прохладно То есть она держит плюс 18 Ниже ей уже некомфортно И держит самую высокую температуру Плюс 25 Поэтому создав такие условия Она будет прекрасно расти Потом первые 3-4-5 лет Ее пересаживают каждый год В чуть больше горшок Буквально на 2-3 сантиметра И плюс еще меняют грунт Потому что грунт нужно менять Чтобы не скапливались соли Еще самое главное Ее нужно не переливать Если вы сажаете Должен быть очень хороший Большой дренаж Чтобы вся влага стекала Но она любит полив То есть обильный Но чтобы все это не скапливалось Вот такие правила О драцене Как вы знаете Что драцены к нам приходят Из других стран Они приходят в транспортировочных горшках Сейчас я вот покажу Они такие коричневые А некоторые Оставляют в таких горшках И просто ставят в кашпо То есть в принципе Это тоже не критично Полив и удобрение Как обычно Пересажен в правильный грунт О грунте я вам расскажу Грунт можно использовать Именно для пальм Он подходит для драцен Можно использовать универсальный Но все-таки Вы должны посмотреть Драцена очень любят Пушистую землю Чтобы она пропускала Не только влагу Но еще и кислород Чтобы воздух проходил И подпитывалось это все И так же быстро высыхало Чтобы не было застоя воды Поэтому грунт для пальм Но когда вы его откроете Когда вы будете пересаживать Вы должны посмотреть Насколько он мягкий Пушистый Вы добавляете туда Перлит Вермикулит Обязательно нужно добавить Песочек И так же еще можно добавить Циолит Он сбирает в себя влагу А когда нужно ее отдает Это очень важно И причем он еще дает Вот эту рыхлость Он же как камушки Поэтому все это смешиваете На дно горшка Кашпо Вы делаете большой дренаж Дренаж может быть любой Галька Может быть какие-то черепки Разбитые Чашечки ваши Там горшочки То есть у кого что есть под рукой Это абсолютно не критично Можно даже туда положить Кусочки разбитого кирпича Это тоже в принципе Вариант бюджетный Засыпаете вот в субстрат Который вы сами приготовили Ставите драцену Засыпаете ее аккуратненько И обязательно нужно постукивать горшок Чтобы все полости заполнить Чтобы не оставались пустоты Вы ее посадили Хорошо первый раз пролили И все И буквально дня через 3-4 Обязательно нужно будет пальчиком посмотреть Насколько просохла земля Если просохла на 3-5 сантиметров То нужно будет еще раз пролить И запомнить вот это вот время Через которое вы будете циклично проливать Драцену в молодом возрасте Нужно пересаживать каждый год весной Но когда драцене где-то приблизительно 5-6 лет Там пересаживаются гораздо реже А это нужно обязательно делать Потому что земля, она комкуется Не дает прохождение кислорода, воздуха И плюс еще там скапливаются соли А это очень важно То есть то, что вы поливаете минеральными удобрениями Декоративных растений Оно не дает питания То есть соль в себя вот это все вбирает И получается удрацены Погибают вот эти вот всасывающие корешочки И она начинает желтеть То есть это очень важно Менять грунт Если она уже в более взрослом возрасте Тогда вы верхний слой должны скопать Его убрать как можно вот до корней Только аккуратно это все сделать И засыпать новый грунт Если вы не будете пересаживать ее То обязательно раз в год меняйте грунт Вот особенно вот эта драцена Она когда вырастает во взрослом виде Она очень неприглядная становится Это вот единственный, мне кажется, минус драцены Оголяется ствол И такой вот непрезентабельный вид Вы отрезаете приблизительно на 5 сантиметров От последних листочков И ставите ее сразу в землю В землю И она у вас укореняется приблизительно месяц-полтора Потом можно взять какую-нибудь плотную Типа джинсовой ткани Делаете такой вот как бинтик Обворачиваете И зафиксируете обязательно полиэтиленом Но чтобы вот эта ткань должна быть влажная Чтобы она не касалась точки среза Чуть-чуть-чуть ниже Вы это все наматываете Сверху одеваете полиэтилен И завязываете либо резинкой, либо бечевкой У вас получится две уже драцены Одна срезанная будет у вас укореняться в земле А со стволика должно полезть еще несколько вот таких вот пушистых головочек Но это делайте, когда вот она уже такая некрасивая, непрезентабельная Есть такая драцена душистая У нас она один раз цвела в прошлом году По всему магазину был очень приятный запах Очень Такой какой-то он цветочный, ванильный Непонятный, но очень приятный Действительно очень был такой сильный, хороший аромат Вот Она дает также семена Но мы их не собирали Поэтому я не могу сказать, как это у меня все получилось бы Вот Но есть такие эксперименты, как по сбору семян и проращивание их То есть это один из способов размножения драцены Вы собираете семена, обязательно нужно их подержать в цирконе И потом высаживать То же самое в тепличку И должны они дать свои росточки приблизительно через месяц-два По поводу еще блеска и ухода за драциной Обязательно нужно аккуратно протирать листочки чуть теплой водой Потому что она холодную воду не любит Можно также использовать лак, в передачах об этом говорили Но не так часто, потому что это тоже может закупоривать поры растения Вот, но лучше всего опрыскивать и протирать Также можно использовать удобрения для декоративных растений Не только при корневой полив, но также еще опрыскивать по листу И тоже это делать в полдозы, чем написано у производителя В драцине могут заводиться живность Если она в домашних условиях, она может и также прийти при транспортировке с другой стороны Либо заразиться тлей, паутинистым клещом с ваших растений Так что вы и свои растения просматривайте И новые прибывшие растения обязательно просматривайте Может там завести щитовка, тля, мучнистый червенец, трипсы и паутинистый клещ Если вот паутинистый клещ завелся, то нужно обязательно пройтись мыльным раствором Немножечко, чуть-чуть горячей водичкой развести мыло хозяйственное и пройтись по листу Обязательно И также использовать такие компоненты, как октара Она очень хорошо убивает паутинистый клещ Живность она съедает и высасывает сок И делает растение неприглядное и может также его убить Прежде чем покупать либо заводить какое-то растение Обязательно смотрите, читайте Сейчас очень много информации в ютубе, в интернете Также есть очень много книг Познавайте, читайте, а потом только покупайте Потому что драцена это одно из достаточно дорогих растений Которое будет жаль потерять по незнанию Потому что вы перелили его, поставили на солнце Не опрыскали, теряет внешний вид Поэтому очень жаль будет, что вы приобретете такое растение И через какое-то время оно у вас погибнет Поэтому прежде чем приобрести, купить, подарить Вы обязательно читайте, познавайте Лишняя информация не будет во вред Современные декораторы дома часто тяготеют к органическим элементам Таким как живая кромка и детали из потертого дерева Они наполняют комнату уютом и теплом, при этом сохраняя современность Тут важно не переборщить Эти элементы отлично сочетаются с теплыми тонами Так и с яркими цветами Очень любят живые цветы Это очень хорошо Но, к сожалению, не всегда нам удается декорировать комнату живыми цветами Есть определенные полки, куда нам бы хотелось добавить зелени, какой-то живости Но так как для живых цветов нужен особый уход Им нужен свет Поэтому в таких ситуациях нас выречают искусственные цветы Можно делать всякие настольные композиции Композиции для пола, для комода Ну, без границы А сегодня я буду создавать композицию из поливых цветов Я подумала, более подойдет Скоро у нас весна Вот здесь у нас лаванда Всякая зелень, ягодки Цветовую гамму я выберу У нас белые и фиолетовые цвета Итак, начнем работу У нас есть кашпо Оно сделано из фанеры Для наполнителя я использую губку флористическую Субтитры создавал DimaTorzok Ставили на стол определенную композицию Хотим добавить настроение в спальню Убираем в спальню цветы И они нам будут очень долго служить Композицию может собрать любой человек Вот дома, например, если у вас там даже Есть баночка какая-то красивая Вы не хотите ее выкидывать Сейчас у нас на рынке разные Есть искусственные цветы Продаются Не обязательно иметь определенное кашпо Покупать какую-то кашпо или вазу Или у вас дома могут быть горшочки Вот у меня есть клиенты Им дарили цветы живые Но цветы завяли Они хотят сохранить горшочек Или вазу Или корзиночку Вот сами можете без проблем Туда собрать симфатичную композицию Есть некоторые люди, которые считают Что искусственные цветы Это как бы не совсем подходит Для декора интерьера Это, по-моему, было раньше Когда цветы были плохого качества Но сейчас искусственные цветы Не считаются примитивным декором Даже во многих гостиницах, в офисах Используются искусственные цветы Так как они более практичны Они не теряют форму и красоту Не все мы можем ухаживать за живыми цветами Есть люди, которые работающие Уезжают в командировки по несколько дней Когда оставляем живые цветы без ухода К сожалению, они потом умирают Нам, конечно, становится не совсем хорошо от этого Но зелени в доме хочется И вот в такой момент Нас выручают искусственные цветы Сейчас очень много желающих Заниматься созданием композиций Из искусственных цветов И потребности тоже на рынке высокие Мне пишут и звонят многие желающие Которые хотят научиться заниматься этим Создавать композиции Конечно же, можно Можно научиться Можно научиться по ютубу Не обязательно идти в какие-то определенные курсы Я вообще дизайнер интерьера и декоратор Но мне очень нравится создавать композиции Я еще картины рисую Но в основном создаю композиции И это меня как успокаивает Начиналось все как хобби Так, если у кого-то есть такое хобби И кто думает профессионально заняться этим Конечно же, можно У нас на рынке можно купить много разных цветов Цена, конечно же, разная И человек должен определиться Вы будете заниматься люксовыми цветами Которые очень сложно отличить от живых цветов Есть и более дешевые цветы Но я стараюсь ими не пользоваться Так как у них видны совсем презентабельные Хотя они дешевле стоят Но думаю, лучше создать композицию поменьше Красивую Более похожую на живую композицию Чем такую большую и недорогую Цветы вот разные Начинаются, ну, от 15 тысяч до 20 тысяч букетик Можно У нас вот много базаров На базаров пройтись, посмотреть Горшки тоже у нас интересные Разные вот горшки ручной работы делают Вот есть веселая керамика Вот они делают очень красивые горшочки керамические Для живых цветов в основном Но в них можно собирать искусственные Очень даже красиво они выглядят Некоторые даже на вазочке похожи Ихние горшочки Так что, думаю, у нас все условия есть Чтобы заняться этим, если кого интересует Нужно желание и любовь к работе Когда вы делаете с душой и с любовью У вас, конечно же, получится очень красивая композиция Ну, любая композиция Не только из цветов Каждую композицию нужно давать частичку души Чтобы она получилась красивой Если вам что-то не нравится, можно изменить Из проблем, если вам какие-то цветы не понравились Выбираем, не нервничаем Горшки тоже можно менять Их можно покрасить Если вас цвет не устраивает Главное собрать идеи Копировать не нужно Копировать это уже не совсем хорошо Я считаю, у каждого свой стиль У каждого свой подход к созданию композиции Поэтому главное понять Как создавать композицию Как выбирать цветы Как цвета подбирать А дальше уже это зависит от вашей фантазии От ваших идей Для своего дома Вы смотрите, какая у вас цветовая ганна Какой у вас стиль интерьера И подбираете подходящую композицию Если вы на заказ делаете для кого-то То учитываем потребности клиента Это стоматология Или это офис Или это дом То есть композиция должна соответствовать Тому, где она будет стоять Добавляем вот ягодки Ягодки тоже очень интересно выглядят Я стараюсь избегать всяких неестественных цветов Есть иногда вот темно-синие цветы Даже вот иногда видим живые цветы Которые покрашены Они как искусственные выглядят Как говорит, о вкусах не спорят Но я стараюсь избегать сильно таких темных неестественных цветов Сейчас у нас вот цвет дерева идет Это естественный цвет Лаванда тоже более натуральный Белые цветочки, ягодки и зелень Все такие цвета Которые Я считаю успокаивают человека Не нервируют Все-таки Природа знает лучше Какие цвета нам нужны Для нашего мозга Вот мы закончили собирать нашу композицию Получилась вот такая вот композиция Из полевых цветов Подойдет она на кухню Или в столовую комнату Можно ее ставить на подоконник Все могут выбирать цветы По своему интерьеру Если у вас возникли какие-то вопросы Если у вас есть вопросы По композиции Какие цветы ставить В какой интерьер Мы в ТОПЧА ДЕКО Всегда можем вам помочь Вы можете нам писать по телеграмм Или по инстаграмм Мы всегда рады порекомендовать И только цветы Но и общий дотвор вашего дома Желаю, что у вас только вот композиции Такие были искусственными А все остальное живое и естественное Я художник Я так вижу Иногда это утверждение может быть весьма ошибочным Потому что из-за таких убеждений и утверждений Могут возникнуть следующие ошибки Например, неправильный выбор растений Неправильный выбор почвы И, соответственно, из-за этого возникают сложности В уходе за теми же самыми растениями Сегодня ваш сад – райский уголок Но надолго ли это? Поэтому любой профессии нужно учиться Очень тщательно и глубоко Чтобы впоследствии не возникало никаких ошибок и проблем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Узбекистан находится в пятой-шестой зонах морозостойкости. А это значит, что среднее значение ежегодных минимальных температур нашего региона находится в пределах минус 29-17 градусов мороза. Температурные параметры были даны на основе многолетних статистических наблюдений. И еще о наших морозах. На карте Узбекистана изображены изотермы января. А также обратите внимание на точки абсолютных минимальных когда-либо зарегистрированных температур в январе. Например, Ташкент и Ташкентская область минус 30 градусов. Конечно же, такие минимальные температуры случаются крайне редко. Может быть, раз в 50-100 лет. Позволю себе... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok